Здравствуйте! Вы смотрите Простые вопросы. Сегодня на них отвечает Елена Бугаева, заместитель директора по экологическому просвещению, туризму и рекреации заповедной Мордовии. Здравствуйте, Елена! Здравствуйте! Рада вас снова видеть у нас в студии спустя ровно год, когда вы отмечаете свой профессиональный праздник. Вот скажите, пожалуйста, что сегодня необходимо в Мордовии, в природе соблюдать? В чем не хватает бережного отношения человека, гражданина к природе? Ну, я бы в первую очередь хотела сказать, что помимо лесных массивов в Мордовии есть и степи, которые тоже нуждаются в охране. Честно говоря, это лично мое мнение возможно, но возможно присоединяться к моему мнению многие люди, что очень мало территории отведено именно под заповедные территории в нашей республике. И в охране, и бережном отношении нуждаются и другие природные зоны. Напомните, сколько у нас занимает заповедная территория? Обе. Заповедник 32 тысячи гектар, национальный парк Смольный 34 тысячи. И на ваш взгляд, насколько больше должна была быть эта территория? То есть, где, что мы еще должны, может быть, в каких районах более внимательно относиться к природе? Ну, в основном это степные зоны нашей республики. Леса все под охраной, то, что надо, это... В принципе, да. Защиты лесных массивов вполне достаточно в нашей республике, а вот другие природные зоны, они бы, конечно, нуждались в большей защите, чем есть на данный момент. Конечно, это вопрос защиты, да, и расширения заповедных территорий, вопрос государственной важности. И, тем не менее, о природе должен, наверное, думать каждый человек вот в этом направлении. Чего нам не хватает? И вы, как специалист, это замечаете и хотели бы тоже сконцентрировать на этом внимание? Понимание внутреннего обережного отношения к природе. То есть, когда мы едем по трассам не только республики, но и нашей страны, вот эти мусорные мешки на обочинах, да, разжигание костров в неположенном месте, это идет изнутри. И самое интересное, что это идет о взрослых людей, потому что мы, работая с детьми, например, да, эко-просветителя, мы понимаем, что ребенок уже не бросает фантики, не бросает мусор, там, бутылки, например, пластиковые. Очень много проектов к нам приходит о раздельном заборе мусора, которым интересуются именно дети. А у взрослых, к сожалению, такого понимания почему-то нет. Самое странное в этой ситуации, на самом деле, эти мусорные мешки везде, вот абсолютно везде уже кажется, что нет ни одного уголка в лесу, где бы не были бутылки и мусорные мешки. Вот кажется, я не знаю ни одного человека, который бы кидал мусор. В моем окружении тоже их нет, но мешки везде есть. Кто кидает? Вот такой, наверное, уже риторический вопрос получается. Вы расскажите, у вас в заповедной Мордовии была проведена такая акция, вы посчитали выхухоль. Да. И даже у этого зверька есть клуб друзей. Вот с удивлением об этом узнала. А насколько для вас это важное и знаменательное событие? Зачем вы ее считали? Что это дальше даст вам? Ну, во-первых, выхухоль – это одна из самых древнейших зверьков в нашем мире, сэр и неандертальцев еще. И обитает она всего в трех республиках – это Белоруссия, Украина и Россия по всему миру. Соответственно, поскольку она настолько уникальна и редка, создали клуб друзей русской выхухоли, который основан в Москве. Они собирают всех сторонников со всей страны и ездят на различные заповедные территории, не только заповедные, и ищут места ее обитания. То есть выявляют, есть она или нет. И к нам они приезжали как раз с 12 по 15 сентября, нашли шесть норок. Поэтому мы в полной уверенности можем сказать, что у нас выхухоль живет, и это очень хорошо. Но помимо того, что это ценный, редкий зверек, очень древний, да, В чем его ценность для, может быть, для сохранности какой-то атмосферы в лесу или где-то еще? Для чего он нужен? Любое животное – это как раз одно из звеньев цепи экосистемы. И за неправильной мелиорацией водоемов этот зверек погиб. То есть человеческий фактор сыграл очень активно на численности этого животного. И наша задача – теперь восстановить эти популяции, которые когда-то были уничтожены совершенно случайно из-за нас, из-за людей. Ну вы в заповедной Мордовии ежегодно, мне кажется, кого-то подсчитываете, да? Вот напомните, насколько разнообразна флора, фауна заповедной Мордовии. Кого еще обнаружили, может быть, в этом году? Мне кажется, птицы новые добавились у вас в списке. И птицы в списке есть, есть очень много у нас насекомых, причем насекомые, которые в России встречаются только на нашей территории. Даже по всей стране мы уникальны в этом плане, что вот именно есть некоторые бабочки и некоторые жуки, которые обитают только у нас. Это уже доказали, чуть позже мы выложим об этом новости, об уникальной мухе, которую нашли на нашей территории. Вот, но у нас очень много редких видов из растений, например, разнообразие орхидных, тот же самый венерин душмачок, по которому была целая программа по клонированию орхидных. Мы в лаборатории собирали материал, клонировали, высаживали их опять в естественную среду. Водяной орех чилим, который тоже занесен в Красную книгу, он у нас обитает. Медведи, волки, рыси наши любимые, которые плодятся, размножаются. Это тоже такие активные истории. А как у вас развивается международная программа по сохранению зубров? Привезли их в 2019 году. Как они себя сейчас чувствуют? Размножаются или в какой паре они сегодня? Вообще международная программа настолько активно развивается, что появляются новые страны, куда привозят часокровного зубра. Наши зубры чувствуют себя прекрасно. Они полностью адаптировались на наши территории и пошли в гости в соседние районы. То есть покушать капусту у нас в соседних селах это нормально. Слава богу, была хорошая пиар-компания. И мы объяснили людям, чтобы они не боялись, чтобы они не паниковали при встрече с ним. Но соседние регионы, районы с нами, они активно участвуют, так скажем, в отслеживании, где они находятся. Постоянно звонят, говорят, а мы видели ваших зубров. А вот тут они у нас попали в камеры. И мы, соответственно, патрулируем, мы понимаем, где они находятся, но они всегда возвращаются к нам. Они понимают, что дом это дом. Но, тем не менее, да, мы посещаем соседей. Рано говорить еще об увеличении их численности? Пока да. Давайте еще годик подождем и посмотрим. Но, тем не менее, мы хотим еще привезти соседей, так скажем, в общее стадо. Видела, что вы объявили конкурс сказок о том, как живут зубры. Какие-то истории вам уже написали интересные, может быть, или в процессе, может быть, поделитесь каким-то? Да, из Республики пришли два сценария. И из Рязанской даже области прислали сказку, по которой из самых лучших мы выберем победителей и будем показывать сказки в кукольном театре у нас в поселке Пушта, в заповеднике. О, замечательно. Фотокамеры, да, видеокамеры у вас везде, наверное, расставлены в большом количестве. Вот что, интересно, удалось вам зафиксировать в этом году? Рыси, да, наши любимые рыси, волки, медведи – это активные участники. Ну, вот как раз к вопросу о фотокамерах, да, не только фотокамеры у нас, видеокамеры стоят, видеоловушки, фотоловушки, так мы их называем, да. То есть люди, к дикости людей, хочу так немножко перейти, да, по поводу не только мусора, но и, например, когда большие, огромные аншлаги написаны, на которых большими русскими буквами написано «проход и проезд запрещен», но это не просто так. Потому что одна из фотоловушек, зафиксированная в одном из кварталов, там есть квартальные столбики, с утра поймала там медведя, в обед поймала волков, а вечером у нас прошли туристы там. Хотя был огромный аншлаг, перед этим написано, что «проход и проезд запрещен». Но все, что запрещено, почему-то для человечества, это обязательно нужно зайти. Мы это делаем не за того, не за наши прихоти, а это опасно для вашей жизни. Но люди, к сожалению, этого не понимают. И уникальность фотоловушек нам, знаете, что уникальна? Мы всегда думали, что барсуки активны только в ночное время года. То есть это общеизвестный факт. По нашим наблюдениям оказалось, что эти зверьки активны в любое время дня, начиная с рассвета и ночью тоже в том числе. Поэтому для нас это было такое полунаучное открытие. А раньше не было это нигде зафиксировано в научной литературе? Вот в том-то и дело, что в научной литературе пишут, что это ночные зверьки. То есть ведут ночной образ жизни. Нет, они ведут абсолютно круглосуточный образ жизни, активный и комфортно себя чувствуют. Понятно, нельзя проходить туристам, посетителям леса туда, куда нельзя. Но вы ведь организовываете экологические маршруты, да? Вот как сейчас они действуют, не действуют в период пандемии коронавируса? И какие маршруты, что можно во время них увидеть? Ну, как и все, на два месяца мы закрывались, да, были ограничения. Как только ограничения 18 мая были сняты по посещению, да, мы принимали туристов сначала в маленьких группах, потом, ну, по мере снятия ограничений мы увеличивали группы. Группы приезжают к нам до 15 человек. Масочный, перчаточный режим у нас соблюдается в обязательном порядке. Тропы также работают. И у нас в Национальном парке Смольный открылась новая экологическая тропа, тропа здоровья и экопарк. Игровой экопарк, интерактивности, активности и палеонтологические там еще арт-объекты у нас стоят. Да, что за арт-объекты? Рог носорога. Рог оленя и бивень мамонта. Они как вот стоят рядом, или их как-то надо найти, дойти до них вообще? Экопарк вообще это огороженный такой участок леса, в котором как раз есть зона активности для детей, зона, так скажем, челаута, да, зона релакса для взрослых. И вот три палеонтологических объекта. На каждом объекте можно что-то потрогать, повертеть, покрутить, ну и так далее. То есть это везде интерактив по всему экопарку. Ну, конечно же, всех нас все равно запретные привлекает, да, и понятно, что, идя по заповедным местам, мы и не встретим, и не надо навстречать медведей и волков. Ну, вот какие растения можно увидеть? Раньше часто ходили, смотрели, как цветет венерин башмачок, да? Вот на какие растения можно еще ходить, вот чтобы полюбоваться, сфотографироваться? Ну, смотрите, на экологической тропе, на экологических тропах в Мордовском заповеднике вообще собрана практически вся флора, что у нас растет, и деревья, и те, которые прилетели, так скажем, к нам, да, которые у нас изначально не росли, но семена попали и выросли, то есть чужеродные виды, да. Есть у нас смотровая площадка, посредине которой, то есть она круговая, и в ее центре как раз в разный период цветут практически все виды растений, которые вы можете у нас встретить. Вот, по сути, сколько раз в год можно к вам приехать и каждый раз увидеть нечто новое? В любой сезон, то есть весной мы прекрасны с одного ракурса, осенью с другого, но золотая осень, это уже звучит, лето и зима, то есть в любой период. У нас разноплановые туры, у нас круглогодичные, зимой одна программа, летом другая, весной, осенью третья, четвертая. В этом году, к сожалению, не состоялся уже любимый фестиваль Пятнистый фест, да, когда теперь будем его ждать? В следующем году, первая суббота сентября, потому что в этом году это было пятилетие, то есть это был юбилей нашего фестиваля, было очень обидно, жалко, и все равно люди, где как бы мы ни объявляли, что он не состоится, приехало очень много людей именно на фестиваль. Но вместо фестиваля мы предложили погулять как раз по тропам, посетить музей природы, они уехали довольны, счастливы, но все были огорчены этим. В следующем году у нас пятилетие, все-таки надеемся, что состоится, когда это должна закончиться эта история. Ну да, будем в это верить. И еще одно событие у вас замечательное произошло в этом году. Вы зарегистрировали новую эмблему заповедной Мордовии. Новая эмблема заповедной Мордовии – это объединенная дирекция, это и мордовское заповедение, где флаговый вид была рысь всегда, и на всех старых эмблемах была рысь. И глухарь, который был на эмблеме национального парка Смольный. То есть мы их объединили на одну эмблему, и Геральдический совет нам утвердил ее. Мы теперь можем официально использовать эту эмблему для наших заповедных территорий. Общую. Общая. То есть будет несколько эмблем, или это будет единая? Это будет единая эмблема, где рысь и глухарь дружат друг с другом, и плодотворно проводят различные мероприятия. Спасибо вам большое за ответы. Я еще раз напоминаю, что гость нашей студии Елена Бугаева, заместитель директора по экологическому просвещению, туризму и рекреации заповедной Мордовии. Любите наши леса и нашу природу. Всего доброго и до встречи в программе «Простые вопросы». Спасибо вам. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин